Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноз по рынку криптовалют на сегодня, на 11 мая. Давайте для начала посмотрим, чем отметился рынок за последние 24 часа. Сказать, что я счастлив, это не сказать ничего. Наконец-то рынок начал свою коррекцию, которую я так долго ожидал. И какие-то более-менее адекватные точки входа он начал выдавать. Биткоин у нас теряет около 8%. Вслед за ним и альткоины, которые теряют намного больше. Ну, об этом я говорил вам вчера и об этом предупреждал. Что пока биткоин ходит вот в этом вот ценовом коридоре и теряет там от 3 до 5%, то в принципе ничего страшного не будет. Но как только реально запахнет жареным, как это сейчас произошло, и биткоин пробьет там какие-то свои ключевые уровни, то не устоит ни одна из криптовалют. И даже несмотря на то, что эфир там теряет не так много и держится относительно молодцом, то мы видим, что прошлый лидер роста сейчас просто обвальное падение демонстрирует. Ну, условно обвальное, там вплоть до 20%. Ну, а совсем там лидер роста падает до 30%. Этого в принципе следовало ожидать. Давайте посмотрим, что же сейчас делать дальше и как быть с основными криптовалютами. Сразу скажу, что обзор сегодня будет не такой большой. Информацию я выдам по биткоину и по некоторым другим криптовалютам. Здесь самое главное нам понять, что будет с биткоином. И котировки именно биткоина отразятся по сути и на всех остальных криптовалютах. Поэтому растягивать я обзор не намерен. Итак, начнем с биткоина. Перед вами график H1 открыт. Как я предполагал вчера и как я предполагал позавчера, позапозавчера. И в общем последние две недели, что ожидает его коррекция. После того, как он вот этот вот перехай сделал максимуму. 10 тысяч ему не далось. И сейчас наконец-то он идет вниз. После того, как он выбил стопы, которые однозначно были расположены за 8800-8600. Там биткоин еще упал и на минимумах демонстрировал где-то 8520 по-моему. То есть в принципе, я напоминаю, что мои точки закупа какие-то стоят на 8400, 8100 и 8200. Но тем не менее, уже сейчас рынок дает хорошие входы тем, кто выходил по 9500. Кто-то писал в комментариях, что выходил по 9800. То есть уже сейчас точки намного лучше. То есть вплоть до того, что на 1000 долларов лучше. Поэтому, если вы сомневались, как и я там сидели в Фиате, то даже сейчас уже зайти будет относительно неплохой идеи. Именно относительно тех предыдущих цен. Но при этом, что следует учитывать. Даже если вы ждете там, как я, все равно там 8400, 8100, 8200. Это конечно хорошо. Но в погоне за максимально хорошими ценами не забывайте одну простую истину. Если у нас биткоин будет закрепляться и уходить ниже чем 8000 долларов. То это уже едва ли можно назвать каким-то ложным пробоем вот этой вот консолидации. Это уже фактически можно назвать самый настоящий импульс после этой консолидации. Поэтому, если он ниже 8000 уходит, то такая вот зона накопления может его двинуть вплоть до 7600-7000. Поэтому я бы выставлял стоп-лосс чуть ниже уровня 8000 однозначно на текущих покупках. И в случае чего потом перезаходил. Вот, это по поводу того, что сейчас делать по биткоину. Ну, то есть я, по крайней мере, такой стратегии придерживаюсь, что я все-таки буду покупать. Но стопы, по крайней мере, в своих сделках буду ставить там чуть ниже 8000. Чтобы в случае чего перезайти там значительно и значительно ниже. Вот, по поводу перспектив роста, понятно, что если вы сейчас покупаете, часть однозначно нужно фиксировать там по 9800-10 тысяч. Ну и остаток только ждать там на какие-то последующие уровни, которые у меня также здесь стоят и не менялись. Вот, это что касается биткоина. Еще такой вопрос мне задавали, тоже хотелось бы на него ответить. Вопрос, да, звучит так. Вот у меня там я сидел в фиате, сейчас биткоин скорректировался, все скорректировалось на свете. А что мне закупать в итоге? То есть или биткоины, или какие-то альты. Здесь, ну все зависит, конечно, от вашей толерантности к риску прежде всего. То есть если у вас толерантность к риску низкая даже на таком рынке, то однозначно ваш выбор в пользу биткоина. Потому что он будет процентом соотношений терять меньше, чем альткоины. Но если вы хотите сейчас там перезайти и получить намного большую прибыль, то безусловно вам нужно там как-то стараться какой-то портфель, возможно, сформировать условный такой краткосрочный из альткоинов. Но не забывайте, что если рынок дальше начнет просаживаться, то вы потеряете намного больше. Поэтому я сейчас делаю выбор именно в пользу биткоина. И кто давно следит за какими-то моими трейдами публичными, тот обратил внимание, что я стараюсь, когда я выхожу из каких-то альтов, а я из многих альтов уже вышел, я стараюсь каким-то образом перекладываться в биткоин. Потому что рынок, не сказать, чтобы сейчас, ну прям дикорастущий какой-то или там супер сильно стабилизировался. Поэтому я ищу некое такое убежище, по крайней мере в биткоине. И лучше уж в биткоине какие-то меньшие просадки получать, ну и меньшую прибыль, соответственно, чем постоянно болтаться в альтах. Это чисто мое мнение. Итак, идем дальше. Следующий это у нас эфир. Эфир, как я уже сказал, выглядел относительно молодцом, относительно того же рынка, всего топ-20. И просел не так сильно. Я его ждал там около 640. Но очевидно, что 640, видимо, будет, если биткоин будет 8400. Поэтому по эфиру у меня та же самая стратегия. Не раньше, чем 640 я буду его набирать. Вы скажете, почему не набрать сейчас, почему не набрать по текущим ценам? 692, в принципе, неплохо, намного лучше, чем 825. Я бы сказал, что да, безусловно, сейчас можно набирать. Там по ряду причин. Но так как эфир очень сильно зависит от биткоина, а по биткоину я все-таки жду еще некоторого снижения. Я поэтому и в эфир здесь не готов залезать раньше вот этих цен. Но если у вас другой немного подход, не такой консервативный, как у меня, то флаг вам в руки. Никто вам не мешает эфир набрать по текущим ценам. Которые значительно ниже тех же 790, где, ну не то, что я предлагал закрываться, где была какая-то определенная точка фиксации предыдущих лонгов. Вот. По эфиру больше особо добавить нечего. 890 остается сильным уровнем. Ну и дальше там у нас, по-моему, 890. Сейчас я посмотрю. Нет, 870, 890, то есть это примерно следующая зона его роста. Ну и по эфиру стоп-лосс здесь однозначно нужно ставить. Я думаю, что отметкам там 8000 будет соответствовать отметке где-то 578, возможно чуть ниже. То есть, соответственно, и стоп-лосс должен быть где-то за этим уровнем, за этими ценовыми отметками. Когда я сейчас к следующим парам перейду, хотел бы важный момент отметить. Я планирую записать видео. Видео-ответы на ваши вопросы, на самые часто задаваемые вопросы по криптовалютному рынку. Поэтому все, что вас интересует, вы можете сегодня писать в комментариях. Я, скорее всего, сам напишу какой-то комментарий, закреплю его. И можете прямо в комментариях к моему комментарию писать. Я самые интересные, самые популярные, самые волнующие вопросы по крипторынку выберу. И на них в отдельном видео отвечу. Я уже такой комментарий делал. Оттуда какие-то вопросы соберу. И сейчас вот еще из этого. Теперь перейдем, собственно говоря, к EOS. Это был один из лидеров роста на всем рынке. И сейчас к биткоину. Значит, по нему следующая ситуация. После какого-то ложного пробоя вот этого вот уровня, у нас EOS начинает потихоньку возвращаться. Как я уже вчера объяснял, если хотите, посмотрите это видео. При перелого или перри-перихая это довольно сильный ценовой сигнал. Особенно, если цена там какое-то время держится. Сигнал на падение в данный момент времени. Но есть торговые алгоритмы, которые всегда после перелого или перихая цены в обратном направлении толкают. Иногда процентов на 10-15 на криптовалютах. Поэтому сначала будет, скорее всего, такое движение. После этого дальнейшее падение. Все-таки EOS очень сильно вырос. Очень сильно его задрали. И сейчас, если он все-таки ниже этого уровня падает, то там, к сожалению, особо ловить его негде. Только на отметке около 13 тысяч. Видимая часть котировки примерно такая. Поэтому, если у вас был EOS или есть на текущий момент EOS. Я все-таки придерживаюсь той же позиции, что у меня была, по-моему, в рамках уже какого-то этого падения. Что такая коррекция, она, скорее всего, может продолжиться. И EOS, наверное, частично, хотя бы здесь следует закрыть. Потому что какие-то признаки разворота, разворота вниз, он уже дает. Идем дальше. Это сегодняшний один из, не то что лидеров роста, но чуть посильнее рынка он отыгрался. Аугур, скорее всего. И реп у него сокращение на бирже Poloniex. Открыл Poloniex, потому что на бирже Binance его недавно залистили. С этим был связан вот этот вот рост. По-моему, ну давайте посмотрим, что гадать. Там примерно в два раза он вырос. И после этого сейчас откатное движение демонстрируют. Про такие движения я уже рассказывал очень много. И про сам факт листинга, что чаще всего это недолгоиграющий фактор новостной. Поэтому заходить в эту монету, наверное, сейчас уже не стоит. Не так давно был, не вспомню я какая монета была, но также ее добавили в листинг на Binance. Открыли там пары с биткоином и с эфиром. И довольно сильно она выросла. Посмотрите, какая судьба у этой монеты сейчас. То есть я там говорил, что это не такой долгоиграющий фактор, что скорее всего цену откатит. Напомните, что за криптовалюта была. Реально сейчас не могу вспомнить. Но вот буквально два выпуска назад. И так там и происходит на данный момент времени. Байткоин. Вот. Байткоин. Поэтому обратите на это внимание. И я не думаю, что стоит в эту монету сейчас вписываться. Ну вот. А так, наверное, это все, что я сегодня хотел сказать. Самое пристальное внимание у нас приковано к котировкам биткоина. Потому что именно от него сейчас будет все зависеть. Все в его руках. Поэтому не забывайте также, что впереди у нас выходные. Это означает тонкий рынок. Это означает куча манипуляций, спекуляций. Поэтому стоп-лоссы здесь, на мой взгляд, обязательны. Кто-то скажет, не надо. Ну пусть не выставляет. В принципе, будет повторение ситуации 20 тысяч-6 тысяч. И тогда посмотрим, чьи стоп-лоссы здесь были правы, чьи нет. Поэтому на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. И до связи. До встречи в понедельник. Все. Счастливо. Пока. Рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае сюда не инвестируйте то, что вы не готовы потерять. А также формируйте несколько литерных точек зрения. А решения принимайте самостоятельно. Теперь пока. Продолжение следует.